Во время подготовки к выступлению он наткнулся на любопытный факт. Оказывается, при выдохе из человеческого организма выводится не только углекислый газ, но и водяной пар. Количество пар, выведенное за сутки, эквивалентно стакана воды. Пугает и стыдит мысль, что мы за сутки тратим то, о чем мечтает 2 миллиарда людей на планете. Добрый день, меня зовут Нарсес, я изучил роль науки и технологий как решение проблемы водоснабжения. Вода – основа жизни, второй по важности ресурс для человека после воздуха. Вместе с тем, она же является источником важнейшего вида энергии, электроэнергии. А если этого недостаточно для вас, чтобы оценить в полной мере важность воды для человека, просто вспомните, что мы с вами сами состоим на 70% из воды. То, что вопрос водоснабжения планеты до сих пор не разрешен, является следствием простого факта – актуальность проблемы не одинакова для разных частей планеты. Как известно, сытый человек никогда не поймет голодного. Сегодняшние технологии предлагают несколько конструктивных подходов к решению проблемы водоснабжения. Первое – это проложение водопроводов и, в частности, ирригационных систем. Метод далеко не нов, однако весьма действенен. Его актуальность сохранилась от строительства акведука в Древнем Риме вплоть до строительства Великой Рукотворной реки, или, как называл ее Муаммар Каддафи, Восьмого Чуда Света. Метод второй – это опреснение воды. И способ широко применяется странами Аравийского полуострова последние 15 лет, и он смело может быть перенят другими регионами. Очевидными преимуществами вышеупомянутых решений заключаются в том, что это реально работающие в настоящее время проекты, а не плод футуристических фантазий. Все это при должном финансировании осуществимо уже сегодня. И отсюда вытекает простой и конкретный вопрос. Почему мы до сих пор не реализовали эти проекты в самых засушливых местах нашего большого дома, если мы можем это сделать? Я думаю, это вопрос, который каждый из вас должен задать в первую очередь себе самому. Однажды в одном из интервью моего соотечественника, величайшего мастера портретной фотографии Юсуфа Карша, спросили, в чем смысл фотографии? Карш ответил, смысл фотографии, как и смысл жизни, заключил всего лишь в одном слове. И это слово – свет. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok